Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. КАМАЗ ожидает пика падения российского рынка грузовиков. Вопросы долевого строительства обсудили в рамках работы Казанского антикризисного штаба. Автоград попал в список городов, жителей которого больше всего затронул кризис. По данным Автомобильного комитета Ассоциации Европейского бизнеса, российский рынок продаж легковых машин в прошлом году снизился на 10%. А в этом году он сократится почти на четверть, считают эксперты. Падение ожидается и в сегменте грузового автотранспорта. По прогнозам КАМАЗа, российский рынок грузовиков переживает пик спада и начнет восстанавливаться с 2016 года, пишет РБК. В декабре автогигант уже скорректировал программу стратегического развития. К 2020 году прогнозный объем продаж техники составит 60-70 тысяч автомобилей в год, вместо более 80 тысяч запланированных. В свете складывающихся макроэкономических параметров, российский рынок к 2020 году, видимо, практически выйдет на уровень показателей, которые были в 2007-2008 годах, считают представители завода. Между тем, несмотря на кризис, в татарстанские автопром продолжают приходить зарубежные инвесторы, отмечает издание. До конца года чешский концерн «Джихострой АС» планирует локализовать производство в сфере гидравлики в Алабуге. Объем инвестиций в проект составит около полутора миллиардов рублей. В качестве сырья планируется использовать российский чугун и татарстанскую нефтехимию. Продолжит повышать уровень локализации на рынке России и «Форд Солерс». Сейчас компания работает с 24 поставщиками из Татарстана и планирует и дальше инвестировать в локальные проекты. Вопросы долевого строительства обсудили в Казанской ратуши в рамках работы городского антикризисного штаба, который возглавляет мэр столицы Татарстана Ильсур Медшин. На совещании с представителями строительных компаний поднимались такие проблемы, как завышение банками кредитной ставки по ипотеке, отсутствие четкого регламента, регулирующего взаимоотношения между застройщиками и сетевиками. Тем не менее, представители строительных компаний положительно оценивают свое сегодняшнее состояние на рынке. Обязательства по ранее заключенным договорам, в том числе и с дольщиками, выполняются в полном объеме. Темпы строительства и ввода жилья не снижаются. Фактически, я думаю, что на сегодняшний день кризис – это преувеличенная фраза. Ситуация из года в год, которая складывалась на рынке, после новогоднего периода, она остается на том же самом уровне. То есть ни падения, ни роста нет. Это, как мы называем, послепрадочная депрессия у народа, которые еще не могут войти в рабочий ритм. Рынок, строительство жилья и сама строительная отрасль является одной из фундаментальных для Казани, поскольку связан не только со строительством, самым важным для человека после здоровья, семьи и счастья – это жилье. Автоград попал в список городов, жителей которого больше всего затронул кризис. Исследования финансового университета при правительстве России показали, что по сравнению с ноябрьскими показателями, здесь с наибольшей степени сократилось число людей, намеренных делать покупки средней и высокой стоимости в ближайший месяц-два. Специалисты сообщают, что более всего пострадал рынок недвижимости. Так, к примеру, на 7% сократился потенциальный спрос на индивидуальные жилые дома. Лидером по падению интереса населения к этой недвижимости стали набережные Челны и Москва. Снизился и потенциальный спрос на автомобили. В целом по стране интерес к покупке машин упал на 2%. Лидерами по сокращению потребительского интереса вновь оказались набережные Челны, Рязань и Москва. На 5% по стране в целом снизился интерес к получению банковского кредита. Наибольшее падение спроса в январе отмечено в Иркутске, Самаре, Москве и набережных Челнах. Исследование охватило 37 крупных и средних городов России. В списке городов, которых сильнее всего ударили неприятности в российской экономике, помимо Челнов оказались также Москва и Иркутск. Это были новости экономики. С вами был Денис Леонтьев. До встречи.